Что ж, вы снова на канале Skyward, с вами я Вадим, и я продолжаю вас знакомить со страницами главами романа Колин Гувер «Всё закончится на нас». Я с каждой главой периодически напоминаю вам, что по этой книге сделана экранизация. Фильм с таким же названием «Всё закончится на нас». Конечно, в фильме события разворачиваются гораздо быстрее, чем в книге, но пока по прочтению всех этих глав я вижу, что сам сценарий, сам фильм, он недалеко ушёл от книги, нет тех глобальных искажений, когда люди берут книгу и делают с ней в фильме совершенно противоположные вещи. Здесь всё соответствует автору, который написал этот роман Колин Гувер. Итак, следующая глава, 14-я, и вы на канале Skyward, с вами я, Вадим. Не убегайте далеко, мы всё время будем с вами, и я всё время буду с вами. Продолжим. Зазвонил мой телефон. Я посмотрел на экран, кто это, и немного удивилась. Райл впервые позвонил мне. Мы всегда только обменились сообщениями. Как странно было иметь бойфренда в течение более трёх месяцев и ни разу не говорить с ним по телефону. Алло. Привет, подружеская, сказал он. Я широко улыбнулась при звуке его голоса. Привет, бойфренд. Знаешь что? Что? Завтра я взял выходной. По воскресеньям твой цветочный магазин открывается только в час дня. Я еду в твою квартиру с двумя бутылками вина. Хочешь, чтобы твой бойфренд остался у тебя ночевать? Мы бы всю ночь занимались пьяным сексом и проспали бы до полудня. Боже, что его слова сделали со мной? Я улыбнулась и спросила. Знаешь что? Что? Я готовлю тебе ужин. И я в переднике. Вот как? Только в переднике. Уточнила я и повесила трубку. Спустя несколько секунд я получила сообщение. Райл. Фото, пожалуйста. Переезжай сюда и сможешь сам сделать фото. Я почти закончила готовить смесь для запеканки. Как дверь открылась. Я перелила ее в стеклянную форму и не обернулась, когда услышала, как Райл вошел к кухню. Когда я сказала, что на мне только переднике, я не шутила. На мне даже трусиков не было. Я услышала, как он втянул воздух, когда я нагнулась к духовке и отправила туда запеканку. Пожалуй, я нагнулась чуть ниже, чем требовалось, когда делала это. Когда я закрыла духовку, я не повернулась к Лайну лицом. Я взяла тряпку и принялась вытирать духовку снаружи, как можно выразительнее двигая бедрами. Я взгвизнула, когда он почувствовал укус в правую ягодицу. Я развернулась. Райл улыбался, держа две бутылки вина. Ты только что укусил меня. Он посмотрел на меня с невинным видом. Не искушай скорпиона, если не хочешь, чтобы он тебя укусил. Открывая одну из бутылок, Райл оглядывал меня с головы до ног. Он чуть приподнял бутылку, прежде чем налить нам вина, и сказал. Это винтаж. Винтаж, повторила, сделаем восторгом. Что за особый повод? Райл протянул мне бокал. Я стану дядей. У меня горячая подружка. И меня назначили на редкую, вероятно, единственную в жизни операцию по раздлению корнеопага в понедельник. Корнео как? Райл допил свой бокал вина и налил себе еще один. Разделение корнеопага у сиамских близнецов. Он указал на свою макушку и постучал по ней. Они срослись вот здесь. Мы изучаем их с момента рождения. Это очень редкая операция. Редчайшая. Впервые я подумал, что он по-настоящему заводит меня как врач. То есть я восхищался его увлеченностью. Я восхищался его преданностью. Но когда я видел, с каким возбуждением он говорит о том, чем зарабатывать на жизнь, он казался мне невероятно сексуальным. Как ты думаешь, сколько это займет времени? Спросила я. Райл пожал плечами. Не уверен, они слишком малы и им нельзя долго находиться под общим наркозом. Он поднял правую руку и пошевелил пальцем. Но это особенная рука. Она прошла профессиональное обучение. Стоимость почти полмиллиона долларов. Я очень верю в эту руку. Я подошла к нему и прижалась губами к его ладоням. Я тоже немного влюблена в эту руку. Его рука скользнула по моей шее, а потом развернула меня так, чтобы я оказалась прижата к рабочему столу. Я ахнула, потому что ничего подобного не ожидала. Он прижался ко мне сзади и медленно провел рукой по моему телу сбоку. Я оперлась ладони о гранитную столешницу и закрыла глаза, уже чувствуя, как вино ударило в голову. Эта рука, прошептала я, самая твердая рука во всем Бостоне. Он нажал мне на затылок ниже, наклоняя меня над столешницей. Его рука коснулась моего колена сзади и поползла вверх. Медленно. Он разделал мои ноги, а потом его пальцы оказались внутри меня. Я застонал и попытался найти, за что ухватиться. Я вцепилась в кран как раз в ту секунду, когда его пальцы начали творить. А потом его рука волшебным образом исчезла. Я услышала, как он отошел у меня и смотрела, как он проходит мимо островка. Райл подмигнул мне, допил оставшееся вино и сказал, пойду быстренько приму душ. Это надо, а? Придурок, крикнула ему. Я не придурок, крикнул мне в ответ из спальни. Я хорошо натренированный нейрохирург. Я рассмеялась и налила себе еще вина. Я собиралась показать ему, кто из нас двоих умеет дразнить по-настоящему. Я допивала третий бокал вина, когда Райл вышел из моей спальни. Я говорила по телефону с матерью, поэтому наблюдала с дивана, как он прошел в кухню и налил себе еще бокал. Это по-настоящему хорошее вино. Чем ты занята сегодня вечером? Спросила мать. Я включила телефон на громкую связь. Райл прислонился к стене и смотрел, как я с ней разговариваю. Ничем особенным помогаю Райлу учиться. Звучит не слишком интересно, Райл подмигнул мне. На самом деле это очень интересно, ответила я. Я много помогаю ему в учебе. В основном мы развиваем мелкую моторику пальцев. Честно говоря, мы, скорее всего, всю ночь будем заниматься. Три бокала вина сделала меня игривой. Я поверить не могла, что флирту и с Райлом разговаривали по телефону с собственной матерью. Кошмар. Мне пора идти, сказала ей. Завтра вечером мы ведем ужинать Алису и Маршалу, поэтому я позвоню тебе в понедельник. И куда же вы их ведете? Я округлила глаза. Мама намеков не понимала. Не знаю. Райл, куда мы их ведем? В этот ресторан, где мы уже однажды были с твоей мамой, подыграл мне. ЛВБ, верно? Я заказал столик на шесть часов. Мне показалось, что мое сердце замерло. Мать одобрила. О, хороший выбор. Ага, если тебе нравится старый хлеб. Пока, мам. Я повесила трубку и посмотрела на Райл. Я больше не хочу туда идти. Мне там не понравилось. Давай попробуем что-то новое. Я рассказал ему, почему я на самом деле не хотела туда идти. Но как сказать только что появившемуся бойфренду, что ты пытаешься избежать встречи со своей первой любовью? Райл оттолкнулся от стены. Тебе понравится, сказал он. Алисе очень хочется там побывать. Я рассказал ей об этом ресторане. Возможно, мне повезет и атлас не будет работать. Раз уж мы заговорили о еде, добавил Райл. Я просто умираю голода. Запеканка. Ах ты чё? Со смехом воскрикнул я. Райл метнулся на кухню. Я встала и бросилась за ним. Я вошла как раз в тот момент, когда он открыл дверцу духовки и начал отмахиваться от дыма. Запеканка сгорела. У меня вдруг закружилась голова, наверное, поэтому я слишком быстро встала после трех бокалов вина. Я ухватилась за столешницу, чтобы сохранить равновесие. И в этот момент Райл протянул руку в духовку, чтобы вытащить сгоревшую запеканку. Райл, тебе нужна... Чёрт, завопил он. Прихватка. Его рука выпустила в форму, и запеканка оказалась на полу, разлетевшись во все стороны. Я поднял оступни, чтобы не наступить на осколки стекла и кусочки грибов с курицей. Мне вдруг стало смешно от того, что Райл даже не подумал взять прихватку. Должно быть, виновата было вино. Слишком крепкое вино. Райл захлопнул на дверцу духовки и сунул руку под холодную воду, бармача ругательства. Я старался подавить смех, но вино и смехотворные ситуации не позволяли мне этого сделать. Я посмотрел на пол, на остатки запеканки, которые нам придётся убирать, и расхохотал с голосом. Я всё ещё смеялась, когда нагнулась к руке Райла. Я надеялся, что он не слишком сильно обжёгся. В следующую секунду мой смех оборвался. Я оказалась на полу, рука прижата к углу глаза. За одну секунду рука Райла возникла неоткуда и ударила меня, опрокинув. Силы руки оказалось достаточно, чтобы я потерял его на весе и, падая, ударился лицом об одну из ручек шкафа. Удар пришёлся на край глаза, почти у самого виска. Боль пронзила голову. И тут я почувствовала тяжесть. Тяжесть надвинулась на меня, надавила на каждую часть моего тела. Сила земного притяжения оказалась такой, что она потянула за собой мои эмоции. Всё разлетелось в дребезги. Мои слёзы, моё сердце, мой смех, моя душа разлетелись, как осколки стекла, и дождём сыпались вокруг меня. Я похватила руками голову и постаралась забыть предыдущие десять секунд. «Чёрт подери, Лилию!» — услышал я голос Райла. «Это не смешно, в этой руке моя долбанная карьера!» Я подняла на него глаза. На этот раз его голос не проник в моё тело, он как будто пронзал меня. И каждое его слово пускалось на меня, словно меч. Потом я почувствовала присутствие рядом с собой его проклятая рука на моей спине. Она гладима Лилии. «О, Боже, Лилии!» — он попытался оторвать мои руки от головы, но я отказывалась повиноваться. «Я затрясла головой, желая прогнать последние пятнадцать секунд от своей жизни. Пятнадцать секунд! Этого хватило, чтобы полностью изменить представление человека. Пятнадцать секунд, которые мы никогда больше не вернём!» Райл прижал меня к себе и начал целовать макушку. «Прости меня!» «Прости, пожалуйста!» «Я просто...» «Я обжёг руку и запаниковал!» «Ты смеялась и...» «Прости меня, пожалуйста!» «Всё случилось слишком быстро!» «Я не хотел тебя толкать, Лилии!» «Прости меня!» «Но я не слышала голос Райла. Я слышала только голос моего сердца. «Прости, Дженни!» «Прости, Дженни!» «Это была случайность!» «Прости меня, пожалуйста!» «Прости меня, Лилии!» «Это была случайность!» «Прости меня, пожалуйста!» «Я хотел только одного. Чтобы он отошёл от меня. Я использовала всю свою силу рук и ног и оттолкнула его от себя». Райл упал назад на руки. В его глазах было искреннее сожаление, но потом появилось что-то другое. Тревога, паника. Он медленно поднял правую руку. Она была покрыта кровью. Кровь стекла из ладоней к запястью. Я посмотрел на пол, на осколки разбитой стеклянной формы из-под запеканки его рука. Я только что толкнул его на стекло. Райл отвернулся, поднялся на ноги, сунул руку под струю воды и начал ему смывать кровь. Я встал от тот момент, когда он вытащил из ладони кусок стекла и бросил его на столешницу. Во мне кипел гнев. Но каким-то образом сквозь него удалось прерваться тревоги за руку Райла. Я схватила полотенце и сунула ему в руку. Было так много крови. И это была его правая рука. А у него в понедельник операция. Я пыталась помочь остановить кровь, но меня слишком сильно натрясло. «Райл, твоя рука». Он убрал руку из-под струи и здоровой рукой приподнял мой подбородок. «К черту мою руку, Лили!» «Мне наплевать ее, ты в порядке?» Его взгляд лихорадочно метался по моему лицу, пока он оценил травму. У меня затряслись плечи, крупные, на полнее боли слезы покатились по моим чекам. Нет. Я все еще была в шоке и знала, что он слышит, как разорвалось мое сердце от этого единственного слова. Потому что я ощущала его всем своим существом. «О, Боже, ты толкнул меня, ты от понимания того, что только что произошло, было больнее, чем от удара». Райл обнял меня рукой за шею и в отчаянии пришел к себе. «Мне так жаль, Лили, Боже, мне так жаль!» Он выкнулся лицом в мои волосы, обрушивая на меня все свои эмоции. «Пожалуйста, не надо меня ненавидеть, прошу тебя!» Его голос медленно начинал становиться голосом Райла. Я чувствовал его в животе, в пальцах ног. Вся его карьера зависела от этой руки. Ведь это же о чем-то говорило, что он больше не волновался о ней. Верно? Я была совершенно сбита с толку. Слишком много всего случилось. Дым, вино, разбитый бокал, разбросанная еда, кровь, гнев, извинения. Явный перебор. «Прости меня, пожалуйста», — повторил Райл. Я отстранилась, посмотрел на него. Глаза у него покраснели, и я никогда не видел его таким печальным. Я запаниковал. Я не собирался тебя отталкивать, я просто запаниковал. Я думал только об операции в понедельнике в моей руке. Мне очень, очень жаль. Он прижался губами к моим губам. Райл не похож на моего отца. Не может быть похож. В нем нет ничего от этого равнодушного ублюдка. Мы оба были расстроены. Сбиты с толку, опечалены. И мы целовались. Я никогда не переживал ничего подобного, как в этот момент. Такой чудовищный и болезненный. Но почему-то единственное, что облегчало боль, только что причиненной этим мужчиной, был сам этот мужчина. Мои слезы успокоили его печаль. Мои эмоции успокоили его губы на моих губах. Его рука, вцепившаяся в меня так, будто он не собирался меня отпускать. Я почувствовал, как его руки обвелись вокруг моей талии, и он поднял меня и понес, переступая через бедлам, который мы устроили на полу. Я не знал, а кем я разочарована больше – им или собой. Им, потому что он вышел от себя, или мной, потому что я находил утешение в его извинениях. Он нес меня в спальню и целовал. Райл все еще целовал меня, когда опустил на кровать и прошептал «Прости меня, Лили!». Его губы прижались к тому месту, которому я ударил со шкафчик. Меня так жаль! Его рот, горячий и влажный, снова накрыл мои губы. И я не понимал, что со мной происходит. Мне было так больно в душе, но мое тело жаждало его извинений, прикосновений губ и рук. Мне хотелось сорваться и отреагировать так, как мне всегда хотелось, чтобы отреагировала моя мать, когда мой отец бил ее. Но глубина души мне все-таки хотелось верить, что на самом деле это была случайность. Что Райл не похож на моего отца. У них нет ничего общего. Мне нужно было почувствовать его печаль. Его сожаление. И я получил и то, и другое в том, как он целовал меня. Я раздвинул на многие его. Сожаление пришло ко мне в другой форме. Это были медленные, извиняющиеся движения внутри меня. Каждый раз, когда он входил в меня, он шептал извинения. И каким-то чудесным образом каждый раз, когда он выходил за меня, мой гнев уходил вместе с ним. Он целовал мои плеча, мою щеку, мой глаз. Он все еще лежал на мне и нежно касался меня. Никогда еще ко мне не прикасались с такой нежностью. Я попытался забыть то, что произошло в кухне, но воспоминания никуда не исчезли. Он оттолкнул меня. Райл толкнул меня. 15 секунд я видела то, что не было Райлом, и это было не я. Вместо того, чтобы смеяться, мне следовало проявить заботу. Райл оттолкнул меня в тот момент, когда ему не нужно было прикасаться ко мне. Я оттолкнул его, и из-за меня он порезал руку. Это было ужасно. Все произошедшее, все эти 15 секунд были совершенно ужасными. Мне хотелось больше никогда не думать об этом. Райл все еще сжимал в кулаке тряпку, и она пропиталась кровью. Я толкнул ее в грудь. Я сейчас вернусь, сказала она. Он поцеловал меня еще раз и скатился с меня. Я зашла в ванную, закрыла дверь, посмотрела в зеркало и ахнула. Кровь. В моих волосах, на щеках, на моем теле всюду была кровь Райла. Я схватила тряпку и попыталась смыть ее. Потом заглянула под раковину, чтобы взять аптечку. Я понятия не имел, насколько сильно повреждена его рука. Сначала он обжил ее, потом порезал. Не прошло и часа после того, как он говорил о том, насколько важна для него предстоящая операция. Больше никакого вина. Для нас обоих винтажное вино отныне под запретом. Я схватила коробку с аптечкой и вышла в спальню. Райл как раз возвращался из кухни с маленьким пакетиком льда. Он поднял его повыше. И это для твоего глаза, сказал он. Я показал ему аптечку для твоей руки. Мы оба лыбнулись и сели на кровать. Райл пристанялся к спинке. Я положил его руку себе на колени. Пока я обрабатывал его рану, он прижимал пакет со льдом к моему глазу. Я выдавала немного кремообразного антисептика на палец и смазала ожоги на пальце. Они выглядели не так ужасно, как я предполагал. Поэтому я испытал облегчение. Ты знаешь, что надо сделать, чтобы не появились волдыриск, просил я. Ничего не сделаешь, если это ожог второй степени. Райл покачал головой. Я хотела спросить его, сможет ли он оперировать понедельник с волдырями на пальцах. Но помолчала. Я была уверена, что именно об этом он только и думал. Смазать антисептиком порез. Райл кивнул. Кровь больше не текла. Я не сомневалась, что если потребуются швы, он обратится за помощью. Но, на мой взгляд, без этого можно было обойтись. Я начала бинтовать ему руку эластичным бинтом. Лили, прошептал Райл. Я подняла на него глаза. Его голова опиралась на спинку кровати. Казалось, он вот-вот заплачет. Я ужасно себя чувствую, сказал. Если бы я мог все вернуть. Знаю. Я не дала ему договорить. Я знаю, Райл. Это было ужасно. Ты толкнул меня. Ты заставил меня усомниться во всем том, что, как мне казалось, я о тебе знаю. Но я также знаю, что ты переживаешь из-за этого. Мы не можем ничего вернуть. И я не хочу больше об этом говорить. Я закрепила повязку и посмотрел ему в глаза. Но знаешь, Райл, если что-то подобное повторится, я буду точно знать, что это не просто случайность. И я уйду от тебя, не раздумывая. Он долго смотрел на меня. На лице появилось выражение сожаления. Нагнувшись ко мне, Райл прижался губами к моим губам. Это никогда больше не повторится. Лили. Я клянусь. Я не как он. Я знаю, что ты об этом думаешь, но я клянусь тебе. Я знаю, что ты ни капельки не похож на моего отца, сказал я. Только, пожалуйста, никогда не давай мне повода снова усомниться в тебе. Пожалуйста. Он смакнул волосы с моего лба. Ты самое важное, что есть в моей жизни, Лили. Я хочу быть тем, что приносит тебе счастье, а не тем, что причиняет тебе боль. Он поцеловал меня, встал, нагнулся и прижал лед к моему лицу. Подержи лед и еще минут 10. Это предотвратит отек. Я взяла лед в его руку. Куда ты идешь? Райл поцеловал меня в лоб и сказал убирать то, что я натворил. Следующие 20 минут он наводил порядок кухни. Я слышала, как он собирал осколки, выбросил мусорное ведро, вылил вино в раковину. Я быстро приняла душ, чтобы смыть с себя его кровь. А потом смело простыни на постели. Когда Райл закончил убирать кухню, он принес мне стакан с содовой. Это содовая, сказал он. Тебе поможет. Я сделал глоток и почувствовал, как пузырьки в воздухе побежали по моему горлу. Идеальная вещь. Я выпил еще и поставил стакан на ночной столик. Отчего это помогает? От похмелья? Райл улегся в кровать и накрыл нас одеяло. Он покачал головой. Я не думаю, что содовый помогает хотя бы от чего-то. Просто мама мне обычно давала содовый, если у меня был плохой день. И мне всегда становилось чуточку легче. Я улыбнулась. Что ж, это сработало. Он легко провел пальцами по моей щеке. По выражению его глаз, по тому, как он ко мне прижался, я поняла, что он заслуживал хотя бы одного шанса на прощение. У меня было такое чувство. Будто, не найдя способа его просить, я перенесу на него вину за ненависть, которую я испытывала к своему отцу. Он не такой, как мой отец. Райл любил меня. Он никогда раньше этого не говорил, но я знал, что это так. И я любила его. Я не сомневалась, что произошедшее в кухне никогда больше не повторится. Это не могло повториться. Ведь я видела, как он был огорчен тем, что причинил мне боль. Все люди ошибаются. Характер человека определяет не ошибки, которые он совершает. Все зависит от того, как он принимает эти ошибки, превращает их в уроки, а не в оправдания. Через несколько минут Райл сжал мою руку. «Лили», — сказал он, кладя свой большой палец на мой, «я люблю тебя». Каждой клеточкой своего тела я ощутил его слова, я прошептал, «я тоже тебя люблю». И это была самой голой правдой, которую я ему когда-либо открывал. Ну вот, дорогие мои, это была 14-я, следующая глава романа Колин Гувер, «Все закончится на нас». И, как обещал, события будут разворачиваться по восходящей, так что не расходитесь, я вам обещаю. Все будет еще интереснее. Вся интрига романа у Колин Гувер строится по технологии романа. Я не знаю, как это правильно назвать, да. Все события, чем ближе к финалу, тем острее и напряженнее, честнее и жестче, как я и обещал. Вы были на канале Skyward, с вами был я, Вадим. До новых встреч, надеюсь, скорых. Всем пока.